не помешал никак у нас завтра праздник великий христос воскрес будет говорить он воскрес его смерть не могла удержать не умер он не умер а как же на кресте его распяли он умер тело пилот отдал это неправда это вы в страшном заблуждении находитесь вы своего иса пророка думаете что-то наш иисус наш умер а ваш иса не умирал это разные люди совсем можно я скажу можно но скажи я мусульман христианин у вас какая а вот смотри внимательно что это за книга я знаю что это библия так от эту книгу знаешь видел когда нет это это вы наверно писали я не знаю но коран так а же еще а здесь что написано вот это вот считайте слушайте я можно но смотрите я написал или нет глядите внимательно я посмотрите разве это я написал и просто не даете мне говорить нет но вы скажите вы это признаете за коран это понятное дело что вы не написали ну подобные люди вам написали наверно это перевод извините за грубость можно я скажу я вот я не спорю вы конечно остаетесь ваше убеждение а я остаюсь как бы моей религией да моя религия ислам так коран да то что меня учили пока коране говорится что иса пророк из а так же пророк моисей и брак и брагин там и брагин да и так же там наш мухаммад рак мир всем они пророки понимаете а как если хорошо у вас бог да ли там сын божий или там бог ну скажите если он бог ну его растали разве можно бога раз нельзя нельзя он не бога он не только бог он богочеловек вы ничего этого не знаете вас обманули он богочеловек извините как вас звать и гнати и гнати и звать мая приятно и гнати меня слан зовут игнати скажи пожалуйста он бог или боль сын божий он бог и сын божий это троица вы не в это не знаете что это троица и одновременно он и сын и бог так не надо говорить троица в трех лицах и насущная нераздельная троица игнатий вы можете мне объяснить как это три никак три это множественное число один это один на земле не с чем сравнивать нету я хочу знать для себя я могу узнать вы можете вот давайте смотрите солнце дает тепло дает свет как это и солнце и тепло и свет как это может быть слушать луна земля это вообще уже то что творение понимать вы не путать это сравнение такое он бога человек сказать здание горы скажите у вас хорошо вы от грехов как освобождаетесь от грехов под человек совершил проступок убил там или что-то как ему грехи кто простит он не может простить у него свойство такое возмездие за грех смерть я в доме мулы ночевал мы беседовали все согласились римлян 6 23 возмездие за грех смерть вот слушай игнатий вы меня не ответили я вам я вам ответил вы у вас не вмещается в голову это у вас не обижайтесь пожалуйста я хочу знать я вам ответил бог троица он не объясняется это надо верой взять а вы веру то не имеете в этом мире все решается все объясняется почему нет не объясняется в этом мире да а там нет это небесное бог открыл себя а где сейчас ваш бог где наш бог всюду и везде он с вами сейчас везде вы же говорите что его распяли как можно бога распять мы не говорим что бога распяли бога человека вы не слышите когда говорят вам просто человека хорошо но бога не распяли бога не распяли он бога человек по человечеству распяли а как бог он был на кресте был преисподней и был на краю моря бога человек бога человек не бывает все ладно ладно бесполезно не не надо вас это зацепил враг говорит и никак не отпускает 6 столетий веровали а вы появились и теперь а он не умирал а завтра кто-то придет скажет никакого мухаммада не было еще вы будете делать так же не доказать вы согласно библии ветхого завета докажите слушайте пожалуйста я знаю все это у нас есть коран который всевышний отправил всем человечеству вам нам всем и там говорится что он единый что и сам муса адам от ночной атака заканчивается ты чё ты подожди мы поделились не убеждай ты не убеждай остановись вот на этот коран у меня написан целый том я спасу рома я там разбираю что ты меня учишь когда это все знаю но у вас веры нету я же тебя не переубеждаю что вас так это беспокоит что он распяла воскрес а дьявол не пускает к спасению как так он умер за наши грехи а мы его не принимаем слушать я хочу знать как его распяли и почему бога бога распяли как можно вот сколько раз я сказал что бога нельзя распять а вы свое бога распяли я 20 раз говорю бога нельзя распять распяли вот одержимость бесовская я говорила по человечеству страдал по человечеству да вам еще это область а когда вы простое дело не можете понять. Вы сказали, да так, наша вера, так, а я тебя не переубеждаю. Я вашего Аллаха не трогаю. Ису не трогаю. Почему вы нашего Иисуса трогаете? Я не трогаю. Как не трогаете? Вы говорите, он не умирал. Иисус не дорог, чем вам. Это другой Иисус. Ваш Иисус. И самых любимых пророков. Аслан, Аслан, это ваш Исса, это не наш. Наш Исса умер и воскрес. У вас такого нету? Умер. Распятый. Его распяли. Вот так вот. У нас, знаешь, как говорится в Коране? У нас говорится в Коране, что Иса, Иисус Всевышний забрал небеса. И он придет. Я не спорю. Не спорю. Пожалуйста. Ваш Иса вознесся на небо, а наш умер. Наш умер и воскрес. Слушайте, и он придет. У него семья будет. Он будет жениться. О, пошло. О, ладно тебе. У вас четыре жены, да еще и Христа женить начали. Вы что, совсем сдурели? А что, вы против четыре жены? Да что же, это блуд. У нас две жены нельзя иметь. А вы, конечно, такую создали религию. Еще в Царстве Небесном там будут у него гурии. Такую религию легко принять. Хорошо, можно я скажу? Я скажу, что вы в Ютуб-то зачем пришли вот сюда на рулетку-то? Здесь процентов 80 мусульман. Для блуда пришли-то. Для блуда. Я не сидел тут. Это не мое. Тут просто мой младший брат сидел. Вытащи его отсюда. Это Содом и Гаморра. До вас, до вас сидели. Другой человек. С ним я разговаривал. Хороший человек был. Тоже он с Питера был. Я просто в Питере жил. И общались. И резко вы перекручились. И я увидел, что вы человек верующий. Много книг там лежат. И мне интересно стало с вами общаться. Я понял, что вы как бы человек верующий. И я люблю умными верующими людьми общаться. Можно же там общаться. Дискуссия. Это же не спор. Ваше мнение. Остается ваше мнение. Я просто всегда... Знаешь, у меня до сих пор... Мне 28-29 лет будет скоро. Мне в этой жизни, да... Конечно, вы намного старше меня. Так. Я уважаю вас. Все, понятно. У меня время сейчас. Подождите. Все. Это понятно. Понятно. Кто не ответил, кто Бог ваш и кто Сын? У нас завтра праздник. Я повторяю. Я поэтому говорю. Наш Христос... Мы будем друг друга приветствовать. Христос воскрес. И все отвечают. Воистину воскрес. И вдруг вы появляетесь и говорите. А он не воскрес. А он не умирал. Ну, ты тебя как на Бусурманина будут смотреть еще. Татарин какой-то. Или кто. Он воскрес. И все. Это наш Иисус. И не надо спорить. Я мусульманин. Я не татарин. Я мусульманин. Ну, это нация. Нация, да. Причем это нация? Я на нации не смотрю. Я просто... Верьте. Вы так этот путь избрали. Вы так и по нему идете. Я хочу знать. Может, мне интересно в вашей религии тоже. У нас не религия. У нас Христос Спаситель. А религия это не спасает. Мы Христа проповедуем. Который умер за наши грехи. Умер и воскрес. Наш Иисус. Я вашу книгу... Вот смотрите. Вашу книгу. Я не опровергаю. Это ваша книга священная. А у нас Библия своя. Почему вы на Библию кидаетесь-то? А он не воскрес. А он не умирал. Ваш Иса не умирал. Я не спорю. Пожалуйста. Почему вы на нашего Иисуса кидаетесь? На вашего Иисуса я не кидаю. Как? Он не воскрес. Так у него миссия такая была. Я хочу знать, кто ваш Бог. Потому что... Я уже ответил вам. Единый во Святой Троице. Единый. Один Бог. Бог Отец. Бог Сын. Бог Дух Святой. Но сей тридцать едино. Наша вера такая. Понятно. Понятно. Если бы задумались, почему так? Скажите. Когда умер ваш пророк? Ваш пророк когда умер? Пророк уже умер 1434 лет. Нет. От Рождества Христова сколько прошло? 600 лет где-то. 632. Теперь скажите. Вы где-нибудь там считали, чтобы Иисус имел оружие и кого-то убивал? Было такое или нет? Почему? Иисус, которого вы называете Иса, он воевал где-то? Убивал кого-то? Можно я скажу? Ну, сначала ответьте мне. Я уже слушал. Вы скажете нет. Я отвечаю. Я понял, что вы хотите сказать, что враг Мухаммад человека убил. Сколько битвейцев, я спрошу. Сколько у него сражений было? Сражений у него много было. Сколько? Я спрашиваю. Он убил одного человека. Сколько сражений было? Сколько? Я не могу сейчас посчитать. Я тебе... Слушай. Аслан, 72 сражения. 72. Ну, там и мелкие сражения. На мелкие все с мелкими. Если я сяду сейчас... Да не об этом. Да не об этом. Не об этом. 72 сражения. Я просто именно... Ну, вы не знаете, послушайте, раз не знаете-то. И только два были оборонительных. И 72 только два оборонительных. А остальное караваны грабили. Ну, что ты споришь-то? Караваны грабили. Да. Так и написано. У нас в Коране говорится, что пророк Иса... Так. ...мирный был неспослан, как пророк людям. Только одному народу, понимаешь? Одному народу. Детям, это, как его? Вавилон, что, как его там, блин? Я уже не помню, какой это город. Какой город был, в котором он жил? Изназарет, Вифлеем. Вифлеем, да. Он был... Все пророки, которые Всевышний отправлял, они были определенным народу, местности, понимаете вы? А наш пророк Мухаммад, мир ему, был неспослан всем человечеству, всем джинам, всем творениям, понимаете? Это разные вещи. А джинны-то при чем тут? Джинны-то тоже... Это тоже человечество. Это тоже как творение Всевышнего. А кто они такие джинны-то? По-нашему это демоны, бесы. Нет. А кто? У нас... Я могу сказать по исламу как. Я скажу. Джинны-то творения были, которые в Всевышнем сотворены до людей. Понимаете? Джинны есть верующие и неверующие. Понимаете? А неверующие, которые вы говорите, это демоны, которые людям стараются плохого делать, вселяются внутрь. Шайтан. Шайтаны. Шайтан. Шайтан это в общем говорится, понимаете? Шайтан. Это слово «шайтан». Боевиков Рамзан Кадыров называют шайтанами. Кого? Рамзан Ахматович Кадыров. Боевиков, которые нападают, говорит «шайтаны». Ну, это же говорю, это в общем говорится людям... Там, знаешь, это как шутка, понимаете? Говорят ли там, ты как шайтан. Ну, имеется в виду, ты бес, да, как-то не ведешь себя хорошо. Так, ладно, Аслан, расстаемся, все. У нас завтра праздник, Христос воскрес. Вся планета будет... Поздравляю вашим праздником. Спаси Христос. Вот, желаем вам такой праздник чувствовать. До свидания. Удача вам. Мы проехали по всему миру с Евангелем. И нам везде встречались мусульмане. Мы шесть мусульманских республик прошли. Турцию. Я везде дарил 38 книг своих. И мы в доме Мулы ночевали в Баку. И с нами мусульмане нигде плохо не поступали. Везде по-хорошему было. Я тоже всегда мирный человек. И христиане, и иудеи, и буддисты всегда. Наша майор-лига учит людей, как его. Христиан, всех у людей с уважением относиться. Так, с Богом. Всего хорошего.